Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Evoque 2012 года выпуска. Двигатель 2.2 турбодизель. Автомат полный привод. Пробег на автомобиле 100 тысяч километров. Заменю на нем масло в коробке автомат. Фильтр здесь стоит внутри коробки. Чтобы его заменить, нужно разобрать коробку. Поэтому менять фильтр мы не будем. Каждые 50 тысяч меняем масло в автомате. Поднимаю капот, глушу автомобиль. Прогревал коробку. И разбираем, чтобы нам подлезть для залива масла. Чтобы подобраться к заливной пробке, нам нужно снять корпус воздушного фильтра. Под корпусом у нас находится процессор, блок управления Evoque. Его откручиваем и откручиваем кронштейн под этим блоком. Убираем в сторону кронштейн и увидим пробку, через которую мы и будем заливать масло. Для этого снимаю крышку с аккумуляторной батареи. Снимаю разъем. Для этого флажок красный поднимаем вверх и нажимаем на фиксатор. Также снимаем проводку. Проводку снял. Вот такой зажим. Также снимаю вот этот воздухозаборник. Для чего его снимать, что у нас нижняя часть корпуса тоже будет сниматься. Здесь нажимаем флажок и поднимаем вверх. Теперь откручиваем крышку. Саморезы по периметру, потому что целиком будет снять неудобно. Откручиваем. Крышку открутил. Ослабляю хомут. Хомут ослабил. Снимаю крышку. Что у меня? Откручиваю корпус. Один болт сверху. Здесь на корпусе у нас тоже проводка крепится. Снимаем ее на клипсе. Наклейка отвалилась отсюда. Убираем разъем сверху. И вот видим снизу наш процессор. Сейчас добавлю подсветки. Процессор я даже отключать его разъем не буду. Откручиваем 4 болта торкс 30. Открутил, приподнимаем и отводим в сторону. Все, вот отвел в сторону. Сейчас его подвяжу, чтобы он не мешал. Вот у нас снизу под кронштейном находится пробочка. Откручиваем и снимаем. И еще, вот у нас управление коробкой вставляется в этот блок. Блок управления. После того, как мы начали разбирать зажигание, мы больше не включаем. Никаких манипуляций мы не делаем. После того, как мы сольем масло, зальем масло, устанавливаем на место блок. И только после этого мы уже включаем зажигание и запускаем, чтобы у нас настройки не сбились. Кронштейн крепления блока у нас с тремя болтами. Два болта, головка на 10 и один болт, головка на 13. Второй болт на 10 находится вот в задней части. Сейчас я его подсвечу. Вот он. Вот я его открутил и снимаю. Все. Кронштейн у нас движется. Достаточно мы его полностью убирать не будем. Мы его отодвигаем в сторону. И пробка наша открыта. Берем Т-55 Торкс. Откручиваем пробку. Вроде затягивал не сильно. Все. Резиновое уплотнительное кольцо стоит. В принципе, его на этом месте можно использовать второй раз. Но заказали новое и установим новое. Теперь поднимаю автомобиль и сливаем масло из коробки. Поднял автомобиль. Вот у нас идет вот такой вот уплотнитель, шумоизолятор. Он не снимается. Он по кругу стоит вокруг коробки. Обрезать его тоже нет смысла. Здесь есть вот отверстие в нем вырезанное. Торкс Т-40. Выкручиваем сначала заглушечку уровневой трубки. Сливаем масло, сколько сольется. А уже потом выкручиваем саму пробку уровневой трубки. Тоже на резиновом уплотнителе. Видно масло темное, но... Да нет, грязноватое масло. 50 тысяч. Сливаем. Масло практически из стекла. Это где-то около литра масла на заглушенную. А вот теперь шестигранником на 17 откручиваем пробку. Придется немножко вымазаться. Откручиваем ее и снимаем. И еще у нас вытекет где-то порядка 3 литров масла дополнительно. Здесь тоже, как ни крути, придется вымазаться. Масло-стекло. Закручиваем на место трубку, вернее уровневую трубку. И закручиваем на место пробочку маленькую. Опускаю автомобиль и заливаю масло. Опустил автомобиль. Сделал, что есть у меня воронка для заливки в коробке с носиком. А я сделал проще. Я от кастроловской канистры обрезал дно. Носик встает сюда хорошо. Беру масло АТФ Мультивидж. Номер для заказа 154F33. Здесь таблица соответствия очень много. Там и Декстрон 3, и СП3, и СП4. Это к тому, что, кто-то говорил, не стоит масла мешать. Разные производители разные категории сделают. Но есть масла, которые взаимозаменяемые. И заливаю. Заливаю 3,5 литра. Всего я на замену взял 8 литров масла. Заливаю. Заливаю. Залил я 3,5 литра масла. Убираю воронку. Закручиваю пока пробочку. Подтягивать я ее не подтягиваю. Просто прикручиваю, чтобы у меня масло не брызгало. Ставлю на место кронштейн. Прикручиваю его. И так же ставлю на место процессор. Все, процессор одел. Тоже наживляем его. Можно не на все четыре болта. Можно на три болта. Четвертый. Пока не ставим. Хотя, чтобы не искушать судьбу. Все четыре наживлю. Ну и ставим, наверное, корпус накидываем. Хотя я даже, наверное, корпус накидывать не буду. Я вот так вот сделаю. Вставлю воздушный фильтр. Ставлю разъем. Переверну корпус. И вот так вот оставлю. Чтобы здесь от края не билось. Положу тряпочку. Все. Запускаю автомобиль. И прогоняю его во всех режимах. Ну, как во всех режимах. Задняя. Нейтралка. И драйв. С задержкой примерно по 2-3 секунды. Так делаю. Три раза вниз. Три раза вверх. Даю поработать еще минут пять. Глушу. Разбираем сверху. Опять открываем пробку. И будем сливать снизу уже. Продолжение следует.